В школах закончились итоговые испытания, отшумели выпускные балы. Теперь для юношей и девушек начинаются абитуриентские заботы. Результаты многих экзаменов уже известны, как именно те, кто выбил 100 из 100. Среди них выделяется выпускница 11-й школы Юлия Юткина, таких, как она сегодня называют мультистобальниками. Результат по литературе ей пришел первым. Как замечает выпускница, узнала его она совершенно случайно. Я зашла в интернет, в правде, мне нужно было что-то забить, и я просто обновила страничку случайно, я смотрю 100. Я запретила себе радоваться, потому что я подумала, если я сейчас сильно буду радоваться, то точно что-то будет плохое по-русскому. Я просто была в шоке, я подняла папину, говорю 100, говорит, тогда да. Попала ко мне в трубку и все. И как-то я постаралась это дело замять, потому что я не очень люблю, когда меня хвалят, и я просто думаю, что это может отразиться в настоящем успехе. Через несколько дней пришли результаты по-русскому и вновь успех. На официальном портале единого государственного экзамена красовалась высшая оценка. Если сама Юля благодарит своих учителей и репетитора, то наставники замечают, что большая часть этого успеха принадлежит самой выпускнице, ее целеустремленности и острому уму. Я считаю, что такие дети, как Юля, рождаются достаточно редко. И я очень счастлива, что я вела у нее уроки литературы. Очень приятно было ее слушать, ее мнение. Юля умеет анализировать произведения, по-моему, любое произведение, хоть стихотворное, хоть прозаическое. Можно даже удивляться, насколько хватало у этого человека сил готовиться не только к урокам литературы, но и ко всем остальным урокам. Сегодня в стенах школы она уже не ученица, а местная суперзвезда. Ее поздравляют и спрашивают о результатах остальных испытаний. Вчера стало известно, что на ЕГЭ по обществознанию Юля набрала 97 баллов. Высокую оценку она ждет и по иностранному языку. Какой бы ты совет дала будущим выпускникам? Я бы им сказала, во-первых, чтобы они начинали готовиться с начала года, чтобы они прорешивали варианты, потому что практика – это очень важно. И нужно просто знать, что хочет у тебя эксперт и постараться максимально ему угодить. Ну и, конечно, следует не забывать об отдыхе. Это самое главное, иначе можно перегореть. Сейчас выпускница выбирает университет. В приоритете, конечно, журфак МГУ. В девятом классе я поступила в школу юного журналистов при МГУ. И как-то узнала там все какие-то внутренние строения, писала и статьи, снимала репортажи, синхроны, закатры. Все как полагается. И как-то я подумала, что мне это интересно, потому что я люблю общаться с людьми. В этот раз я люблю писать. Тем более, мне кажется, что журналистика – это полезное знакомство, связи. Мне нравится политика. Я бы хотела работать в каком-нибудь общественно-политическом издании. Даже несмотря на то, что почти два учебных года прошли в особом режиме, тяга к знаниям выпускницы только росла, отметила ее учитель русского языка Людмила Нарышкина. В этом году Юля не пропустила ни одного очного занятия. То есть она по часам ходила в школу на все уроки. И по зум-конференции мы занимались дополнительно. Но если и внесла какие-то изменения, коррективы, но только это не в жизнь Юли. Потому что она всегда была в теме в жизни школы, в занятиях, в уроках и так далее. У ребенка есть цель – стать журналистом. И она уверенно идет к своей цели. Я думаю, что у нее все получится. Александра Столярова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.